Второго такого тренажёра для пилотов Ми-8 нет на территории России от Омска до Дальнего Востока, отметил Леонид Белых на открытии нового тренажёрного комплекса. Вертолёты заказчики, как правило, заказывают нестандартные, с дополнительным оборудованием, с дополнительными опциями. И, конечно же, нужно переучивание, хотя они имеют опыт полёта на вертолёты Ми-8. Пилот-инструктор Геннадий Леонов за штурвалом с 1969 года. За его плечами более 6000 часов, проведённых в воздухе. И он управлял практически всеми машинами-конструкциями. Тренажёр очень близок к реальному. И вот этот тренажёр, он просто необходим для подготовки лётного состава, для проверки лётного состава. Он просто очень необходим. Раньше таких не было, и очень жаль. Тренажёр позволяет имитировать любые метеоусловия и различные внештатные ситуации. От нулевой видимости в тумане, днём или ночью, до болтанки, пожара и остановки двигателя. Будущим пилотам различных модификаций вертолёта Ми-8 такой навык просто необходим. Обычно учатся месяца три, теории проходят, а практически примерно 9-10 часов тренировки. Из них на тренажёре? Из них на тренажёре 6 часов. Продукцию улан-удэнского авиазавода всё чаще приобретают зарубежные покупатели. И отдельным пунктом в контрактах значится обучение лётного состава. А вот здесь и наступает звёздный час нового тренажёра. Первыми обучение на тренажёре прошли китайцы, оценив процесс на отлично. Алексей Унагаев, Сергей Устинов. Новости дня.